Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Конкурс слоганов завершен. Какой девиз стал победным, юбилейным, покажем. Субтитры делал DimaTorzok Также для развлекательных центров и кинотеатров. Послабления коснулись и болельщиков. С 19 февраля спортивные соревнования можно проводить со зрителями. Но пока только на свежем воздухе и с обязательной социальной дистанцией в полтора метра. В остальном действующие ограничения остаются в силе. Режим повышенной готовности в Хакасии сохраняется до 7 марта. К теме коронавируса еще вернемся. А пока о том, как действия главы региона могут задушить местный бизнес. Месяц назад глава Хакасии подписал соглашение с торговым гигантом. Жителям Хакасии он известен пятерочкой. По заверениям властей сотрудничество поможет нашим производителям продаваться по России. Но бизнесмены боятся, что на деле супермаркет с чужой продукцией станет больше. А им на витрины попасть не дадут. Они стараются нас маленьких, естественно, задавить. Они это крупные сетевики. Гендиректор магазина у дома говорит, супермаркеты их съедают. Выручки за последние пару лет стало меньше процентов на 20. Сетевики манят ценами. Крупные игроки берут товар огромными партиями и продают дешевле. Для покупателей бесспорный плюс, но не для местного бизнеса и бюджета Хакасии. Мы все время своими мелкими предпринимателями встречаемся и обсуждаем эти моменты, что действительно мы все налоги оставляем в Хакасии. А крупники уходят в Москва, Новосибирск, Красноярск. И мы не можем понять, почему большим крупным магазинам, сетевикам разрешают заходить все больше и больше. Мы знаем о том, что здесь ничего не остается. Власти республики давят на то, что подтянут в крупные сети местных производителей. Как пишет Валентин Коновалов у себя в Инстаграм, в «Пятерочке» на прилавках уже есть дюжина местных производителей. Местных йогуртов, местной сметаны я не вижу. Вот молоко, Красноярский край. Ну и все, пожалуй. Хакасских пельменей, котлеты, колбасы мы не нашли тоже. Новосибирск. Подписанное соглашение с торговым гигантом, в который входит «Пятерочка», не оценили и подписчики губернатора. Под постом о дружбе Хакассии с федеральной сетью комментарии негативные. Вы хотите в конец добить малый бизнес Хакассии? Какие «Пятерочки»? Для чего? Для того, чтобы налоги уходили в Москву? Для чего вы федеральные сети поддерживаете? Какой в этом плюс? Ну что, молодец. Возьми пряник с полки. Ждем пост, в котором ты расскажешь, как поддержишь мелкие магазины, которые валом загибаются из-за таких вот «Пятерочек». Потому что просто не способны конкурировать с ними по ценам и ассортименту. Может, налоги снизишь или тарифы? Капец, ИП Абаканским, подписал он. У этих сетей свои поставщики. А если уж местные производители смогут зайти туда со своей продукцией, то им так руки выкрутят, что отдавать будут по бросовым ценам. И в итоге без штанов останутся. Обещания Валентина Коновалова завести к сетевикам больше местных производителей могут оказаться просто словами. В пресловутом соглашении конкретных обязательств у продуктового босса нет. Сеть только рассмотрит возможность поставить на прилавки местную продукцию. И требования у сетевиков непростые. Из минусов на данный момент это логистика. То есть поставки через распределительный центр – это одно из обязательных условий поставки в федеральную сеть. Распределительные центры на данный момент находятся только в Красноярске или Новосибирске. То есть если говорить на простом языке, нам наш салат надо сначала увезти в Новосибирск, например, и потом они своим транспортом уже возвратят к нам в Хакасию. Такой воеждж для хрусткой зелени – суровое испытание. Поэтому бизнесмен будет ждать, пока распределительный центр откроется в Хакасии. Напиткам и полуфабрикатам в этом плане проще. Бизнес-омбудсмен республики считает, плюсы в задумке серого дома есть. Например, выход на внешний рынок. Но в реальности влиться в сеть непросто. Опасения предпринимателя высказывают в том, что условия будут невыполнимы для них. Например, цикличность поставок должна быть такая, такая. Если где-то они не смогут выполнить эту цикличность, то штрафы предусмотрены довольно-таки серьезные. Объемы для сетевых магазинов нужны колоссальные. С такими местные производители могут не справиться. Например, фермерам придется объединяться. Такие проблемы хакасские чиновники не учли. К слову, в соглашении первым пунктом значится открытие новых супермаркетов. Тем временем пятерочек в регионе уже 37. Даяна Ивельсон, Григорий Сараев, Нота Бена. За три выходных в честь Дня защитника Отечества расплатимся субботой. Вся страна 20 февраля работает. А значит, главные новости Юга Сибири скрасят субботний трудовой день. Время остается прежним 19.00. А сразу после покажем итоги недели с Александром Тимофеевым. Что касается отдыха, то заниматься своими делами будем в воскресенье и понедельник. Во вторник празднуем 23 февраля. После этого наступит короткая трудовая неделя года. Всего три рабочих дня. Дальше не за горами женский праздник. В честь него также три выходных дня с 6 по 8 марта. Следующие длинные выходные будут в мае. Бюджетникам начали задерживать авансы и зарплату. В редакцию обратились медики, рассказали, что платить стали как попало и что аванс перед праздниками не дадут. Такие же жалобы от воспитателей и работников культуры опубликовало информагентство «Хакасия». В Минфине пояснили, что собственных средств у правительства не хватает. Это обычная ситуация для начала года. Наши финансисты написали в Москву с просьбой помочь деньгами. О какой сумме идет речь неизвестно. Позже наш Минфин сообщил, что в казне деньги нашлись и сегодня их перевели на аванс в Минздрав, Министерство образования, культуры и труда. В субботу деньги поступят в Министерство спорта. Увидят ли их работники на своих картах перед праздниками неизвестно. Деньги на счета могут поступить и после 23 февраля. Ведь Министерство после получения денег перечисляет их своим учреждениям, школам, садикам, театрам. Далее мы покажем, как работают врачи в красной зоне. Генеральный спонсор выпуска новостей – юридическая служба «Единый центр защиты». Дом текстиля поздравляет настоящих и будущих защитников Отечества и приглашает всех за уютными подарками. Стильные мужские халаты, хлопковые полотенца для бани и сауны, турецкие махровые полотенца в подарочной упаковке, качественное постельное белье, которое с легкостью украсит любую спальню и придаст ей королевский шик. А также детское постельное белье с принтами из игр и мультфильмов. Все защитники останутся довольны. Дом текстиля – перекресток Кирова и Рыгина-21, павильон текстиль на китайском рынке рядом с отделом ковры. Да, что-то в нем есть, там такой пресс или что-то. Вон маленькое спортивное телосложение, что ли, получился. Атлетического Иисуса сделали умельцы в Таштыпе. Скульптура Христа получилась 6-метровая. Старайтесь больше прислушиваться к людям, решать их проблемы. Авторы лучших слоганов в гостях у Нота Бене. Конкурс девизов завершен. С каким лозунгом мы проведем свои юбилейные 25 лет, расскажем. Поздравляем всех с предстоящими праздниками и приглашаем за подарками из стопроцентного хлопка. Маечки, шорты, сыночку, красивое платье для дочки, уютный костюм для мужа, а для себя домашнее платье и весеннее настроение. Все в магазинах «Абаканский трикотаж». Будь элегантной. С «Парадайз». Новая весенняя коллекция женской одежды до 56-го размера. «Парадайз» для стильных духов. Город Абакан. ТЦ «Орбита». Щетинкино, 65. Бутик «Магия детства» предлагает стильную, качественную одежду и обувь европейских брендов на все сезоны. Для детей от 0 до 16 лет. Ждем вас по адресу. Баграда, 135. Бутик «Магия детства». Ангелина Сэм закрывает сезон супер-акцией. Сдай старую шубу и получи скидку до 50 тысяч рублей на покупку новой в Абакане. ГЦК «Победа» только до 21 февраля. Все для бани и комфортной загородной жизни. Печи, сауны, бассейны, дымоходы, аксессуары. Сауна-бас. Профессиональный подход к отдыху. Абакан, Минусинск, Саиногорск. Офисные кресла, стулья и диваны по реально доступным ценам. Огромный выбор и высокое качество. Склад-магазин «Офисные стулья и кресла» на Итыгина, 17Б. Каждый день, смотрю, не пропускаю вашего выпуска. Кстати, надо сказать, уже много-много лет. Передача очень интересная, поэтому я и дальше желаю вам процветания. Желаю вам очень интересных сюжетов. Желаю, чтобы у вас росло количество просмотров, ваших поклонников, телезрителей. Желаю вам удачи, успеха. Я вас очень люблю. Владимиру Путину рассказали о хакасских садиках, построенных по нацпроектам с завышением цены в два раза. Директор по финансовому мониторингу привел нас в пример, когда отчитывался перед президентом о том, как регионы используют бюджетные средства по нацпроектам. Хотел бы перевести в качестве примера от республики Хакаси. Выявлены сейчас контракты на строительство детских садов, где цены были завышены в два раза. Сейчас с генеральной прокуратурой разбираемся и как с самим контрактом, так и с теми, кто заказывал эти контракты. Хакаси? Хакаси. Скорее всего, речь о детских садиках в Табате, Арбатах, Катанове. Антимонопольщики осенью прошлого года выяснили, что стоимость одного квадратного метра при стройке садиков доходила до 76 тысяч рублей. При нормативе в 24 тысячи рублей в этих районах. И к другим темам. Двое мужчин убиты в Абакане, подозреваемому 31 год. Он, по версии следователей, забил своих приятелей до смерти. Все случилось в среду, когда мужчина пришел в гости к убитым. Подозреваемый житель Черногорска. Он избивал знакомых руками, ногами и стулом. Двое мужчин скончались на месте. Им было по 47 лет. Местным преступлением стала дача в товариществе Изумрудный. А причиной драки пьяная ссора. Подозреваемый пришел в гости к мужчинам со знакомой. Хозяин дома ранее был с ней в отношениях. Начал оскорблять. В итоге Черногорец вступился за даму. Началась потасовка. Подозреваемому за двойное убийство грозит срок до 20 лет. 247 человек. Столько уже вылечили в Саиногорском центре помощи и спасения. Так официально называется тот самый госпиталь для ковидных больных, который появился по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаска. Он лично его открыл. И еще 6 центров в Сибири и на Урале. В конце ноября. Тогда наша съемочная группа впервые увидела больницу нового формата. Правда, без пациентов. А сегодня мы покажем, как работает лечебница и что происходит в красной зоне. Звернули, расстегнули замок. И дальше просто одеваем вот так вот. Чтобы попасть в красную зону госпиталя, нужно одеться по правилам. Наш экскурсовод по основной профессии врач-инфекционист проводит ликбез. В каком порядке надевать пижаму, бахилы, резиновые тапочки. Я снимаю свою маску и правильно, на эту сторону, да? И правильно надеваю респиратор. Шапочка, чтоб ни единый волос не торчал. Одноразовый полипропиленовый костюм. В народе скафандр на замок и жесткую липучку. Так, теперь одеваем перчатку. Первую пару. Перчатки заправляем в рукав. Его режем ножом в районе большого пальца. Поверх надеваем вторую пару. Чтобы ни одна зараза не проскочила, говорит Кирилл. На финише маска. Мне сказали, что теперь я экипирована. В красную зону выходим через специальный шлюз. Назад дороги нет. Возвращаться будем через другую секцию. Это специфическая планировка современных инфекционок. Приемное отделение. Пациентов тут регистрируют и проводят первичный осмотр. На каждом шагу дезары, антисептики. И уже на входе современная медтехника. Вот это устройство, пульсоксиметр, которым определяется оксигенация крови. В отличие от вот этих, которые такие маленькие на палец одеваются, то есть можно совершенно спокойно проверить через перчатку, или через ногти, которые покрыты гель-лаком, шелаком. Все определит, пожалуйста. Сейчас мы увидим показатели вашей оксигенации. Еще больше Кирилла Фадеева, приглашенного питерского специалиста, радует томограф в кабинете СКТ. Главное преимущество аппарата – низкие дозы облучения. Это важно, когда тяжелого пациента нужно обследовать несколько раз. Мы были здесь на открытии госпиталя. Сейчас нам предоставили уникальную возможность посмотреть, как работает палата интенсивной терапии, когда в ней есть пациенты. Все три кровати заняты. Пациенты лежат на животе. Проводится процедура высокопоточной оксигенации, когда организм интенсивно обогащается кислородом. Данные выводятся на монитор. У каждого пациента свой. Врач же видит показатели в комплексе, на экране своего компьютера. Удобно. В госпитале оснащен хорошо. Все необходимое здесь есть для палаты интенсивной терапии. И аппарат, и оснащение. И все необходимое. Между этажами в госпитале передвигаться нужно строго на лифтах. Лестница считается чистой зоной. Палаты на этажах на разное количество коек. Заявленный фонд 60. При необходимости легко расширяется. Это палата для трех дам. Лежат с комфортом, смотрят телевизор. Елена Георгиевна недавно день рождения тут отметила. Даже стихи написала по случаю. От болезни спрятаны в жилеты, в спецхалаты, вы закованы в броню. Но глаза вниманием согреты. На посту вы в боевом строю. Больница, мне кажется, это нужно всем стараться, чтобы была именно вот такая больница, где внимание. Вот понимаете, подобрался коллектив. Очень такой душевный. Пока Кирилл осматривает пациентов и дает рекомендации, изучаем оснащение. У каждой кровати консоли. Подведен кислород. Есть розетки для дополнительной аппаратуры и кнопка вызова персонала. Кнопки вызова медицинской располагаются не только около каждой кровати. Она есть даже в туалете. Если человеку стало плохо, он может дернуть за эту веревочку. Слышите сигнал? А вот и сестра. Здравствуйте. Мы проверяли, как работает кнопка вызова. Еду для пациентов доставляют вот в таких лифтах, прямо на этаж. Если нужно, разогревают. Пищу пациента получают через такие боксы. Буфельщица в палату не заходит. Оставляют здесь блюда. Люди забирают, кушают и приносят сюда тарелочки. Здесь же персонал их забирает. На каждом этаже есть ординаторская и смотровые кабинеты. Показали нам даже медикаменты. Одна вот такая вот упаковка стоит либо 65 тысяч, либо 54 тысячи рублей. Это на одного пациента идет. Одна доза. Эти новейшие генномодифицированные препараты эффективно тормозят поражение легких. К слову, инициатор строительства ковидных госпиталей, общественный деятель Олег Дерипаско, лекарственному оснащению уделял не меньше внимания, чем современные медтехники. Я считаю, что очень здорово, что такие общественники, как Олег Дерипаско, могут позволить построить такие комплексы. И не один комплекс, за ураом целых семь. Для того, чтобы обычные люди могли получить квалифицированную медицинскую помощь, тем более в условиях данной пандемии. Чтобы выйти из красной зоны в чистую, мне теперь нужно раздеться. Для каждого элемента есть свой контейнер. И дальше меня ждет душевая. И, кстати, наша аппаратура сейчас отправляется под ультрафиолет. Оксана Рубин, Дмитрий Черноусов, Нотабене. В Хакасии врачи продолжают регистрировать смерти от ковида. За последние сутки официально подтверждено еще 4 летальных случая. Скончались 3 пенсионерки и 1 75-летний мужчина. Новых случаев заражения в регионе немного – 29. Выздоровевших в 2,5 раза больше. Медики выписали из больниц 70 пациентов. Тяжелыми остаются 33 человека, трое – на ИВЛ. Распятие Иисуса украсит Таштыб. Скульптура внушительная. Вместе с крестом 6 метров. Пока она лежит в гараже, местная церковь не одобрила Христа. На зиму, да, специально закрыли? Ну, в том, что работали, чтобы шибко не пылился он. А больше хранить огромную скульптуру негде, рассказывает глава Таштыба Рустам Салимов. Только в гараже. Размеры деревянного Иисуса внушительные. 200 килограммов кедра, 3 метра в высоту. Для защиты материала мастера пропитали его масляными красками. Такие глубоко проникают в древесину и не дают осадкам разрушать ее. Мастерам осталось Христа закрепить на кресте. Работа над скульптурой начиналась 2 года назад. Так летом 19-го года выглядела скульптура. Процесс изготовления небыстрый. Кедровые доски мастера сначала склеили между собой, спрессовали. А потом уже за дело взялись мастера с резаками. Автор идеи – это штыбский предприниматель Александр Исаков. Изначально скульптуру власти хотели отдать церкви. Почему-то по церковным требованиям маленький Иисус католичный. Католичный. Да, что-то в нем есть, там такой пресс или что-то. Вон маленькое спортивное телосложение, что ли, получилось. Церковь не разрешила ставить спортивного Христа рядом с местным храмом. Тогда глава Таштыпа решил, пусть сельчане сами решат, куда поставить деревянного Иисуса. Спрашивать людей Рустам Салимов планирует в соцсетях и через местную газету. И если до лета люди определятся с местом, то в середине июня распятие власти установят. 89 миллионов рублей получит от федерала в село Первомайское, Багратского района, на развитие. За эти деньги республика построит дом культуры, закупит автобус и машину скорой помощи для местной амбулатории. Оставшиеся средства пойдут на ремонт школы и спортивное оборудование. Далее еще пять новостей коротко. Лавина сошла на полке рядом с Ергаками днем 18 февраля. Под завал попала одна машина. В салоне находился человек. Он не пострадал. Дорогу рабочей расчистили за два часа. Пенсионный фонд в марте возобновит курсы по пользованию интернетом для старшего поколения. В прошлом году лучше пользоваться компьютером стало 85 человек. Саяны Хакасия 20 и 21 февраля сыграют последние две игры группового этапа против Иркутского Байкала «Энергия-2». Матчи пройдут дома на стадионе Саяны. Начало в 13.00. Зрителей на игру пустят. Россия возобновит авиарейсы в Египет, пишет НГС. Перелеты на курорты были прерваны в 2015 году из-за теракта. Теперь российские власти рассчитывают отправить первые самолеты в Шарм-эль-Шейх и Кургаду в марте. В Техасе волонтеры спасли 4000 морских черепах, пострадавших от аномальных морозов, сообщает Reuters. Из-за холода приснукающиеся не могли двигаться, и энтузиасты разместили их в тазах с водой. Всех черепах волонтеры выпустят в море с наступлением тепла. Конкурс на слоган в честь 25-летия Нотабены завершен. Мы получили больше 500 вариантов от наших зрителей. Краткие и объемные, веселые и серьезные. Мы обсудили каждую версию и выбрали лучшие лозунги. Каким будет юбилейный слоган главных новостей Юго-Сибири, смотрите. Стихи на современный лад зачитывает ведущий радио Сибирь Никита Аверичев. На листе в его руках еще 10 четверостишек 25-летию Нотабены. Все стихи написала наша телезрительница Галина Гавриш. Такой подход тронул редакцию, и мы пригласили Галину в студию. Писать для вас было легко, честно. А знаете, это значит, что у вас классная команда. Вот я знала, что классная, но когда зашла, я почувствовала какую-то такую общность. Еще одной гостьей стала Светлана Ядаринкина. Девушка работает в школе и учится на артиста кукольного театра. Ее слоган также оценила вся телекоманда. Еще один вариант от Светланы – охотники за новостями. Как за ними охотиться, рассказал ведущий Нотабены Александр Тимофеев. И дал мастер-класс по работе с телесуфлером. Так, все остальное только, получается, до слова «станет». Да. На сельских городах, так, упустила. На сельских и городских улицах станет светлее. А на датчиках с электричеством проблемы. Как и договаривались, без подарков не отпускаем. Вручаем стильные термосы с логотипом в честь 25-летия Нотабены. Ну и, конечно, совместное фото. Мне нравится качество новостей, которые преподносите. Потому что с каждым разом, когда я смотрю новые выпуски, я вижу, что вы меняетесь как-то в лучшую сторону. Стараетесь больше прислушиваться к людям, решать их проблемы. Творчество Галины и Светланы вы встретите в эфире. Стихи лягут в основу гимна Нотабены, а охотники за новостями станут частью большой промокомпании. Все слоганы, присланные на конкурс, вы заметите на всех наших ресурсах. ТВ, соцсетях и радио. А 2021 год мы проведем под девизом «Нотабена 25 лет. Нас не догонят». Весь год команда Нотабена будет устраивать сюрпризы своим зрителям и исполнять желания. Мы вспомним героев, жизнь которых удалось изменить благодаря нашим новостям. Покажем фильмы о жизни Хакасии через объектив Нотабены. А еще в честь юбилея мы учреждаем свою премию с 25 номинациями. Вместе со зрителями выберем лучших в медицине, строительстве и других сферах республики. Анна Янгулова, Наталья Курцева, Нотабена. Какой подарок подарить мужчине на 23 февраля? Мой совет, выбирайте практичные презенты. Дельные вещи составили список того, что точно оценят защитники Отечества. У вашего мужчины «Золотые руки» советуем подарить ему ящик для инструментов. Такие есть разных размеров, как и органайзеры для шурупов и болтов. Электрические дрели, отвертки и фонарики – все это также пригодится тому, кто любит что-то мастерить. Предстоящий праздник – повод купить мужчинам новые кемпинговые стулья, походный котелок и наборы для барбекю или стакан для пенного. Если мужчина готовит вкусно и любит это делать, то презентом могут стать наборы ножей. Выбирая подарок коллеге, начальнику или другу, не обойтись без традиционных фляжек в наборе с визитницами и брелками. Оригинальным вариантом подарка будут также вот такие подставки под бутылком. Ценителям практичных подарков дарим пену для бритья, полотенца. Они могут быть как классическими, так и с веселыми надписями, а также оригинальные наборы хлопковых носков. В магазине на Домаркет акция. Скидки на подарки для мужчин только до 23 февраля. Спешите экономить. На Домаркет, Советская, 44. Красноярский нацпарк показал снимки желтоватого королька. Это самая маленькая птица в Европе. Ее вес 5-6 граммов. Снимок «Удача» увидеть королька можно редко. О погоде расскажем после информации от генерального спонсора салона обуви «Аргумент». Встречаем весну вместе с салоном обуви «Аргумент». Для вас представлена новая мужская и женская коллекция весенней обуви. В нашем ассортименте вы найдете свежие тренды для тех, кто следит за модой. Удобную, практичную, качественную обувь на все случаи жизни. Современные материалы, популярные расцветки и широкий размерный ряд. Для тех, кто хочет сэкономить зимняя коллекция до конца февраля со скидками до 50%. Отличный аргумент для покупки обуви «Абакан», «Хакасская» 56. Аномальный для февраля дождь прошел в Абакане днем. Капал недолго, синоптики рассказали. Причина незимних осадков – южный циклон. Он принес Хакасию тепло. Температура сегодня была выше нормы на 6-15 градусов. Теперь подробнее. В Абакане в субботу ночью минус 3, днем холоднее – 10 градусов мороза. И по прогнозу снег. В Саиногорске ветер с порывами до 10 метров в секунду. После полуночи тоже ожидается снег. Ночью минус 1, днем 7 градусов ниже нуля. На этом у меня все. Ждем ваших историй. Они могут быть о проблемах коммунальных или наоборот о позитивных изменениях, талантах и достижениях. Пишите в мессенджеры Нотабены по номеру 8-923-020-77-00. Всего хорошего. Дорогие наши телезрители, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Этот праздник касается всех тех, кто стоит на страже безопасности страны, родного региона, а также готов в любой момент прийти на помощь своим близким. Желаю вам любви, тепла и чтобы поводов для беспокойства было как можно меньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok